Добрый день, дорогие друзья, и в эфире новая рубрика со звездой гипноза в рамках работы лаборатории школы Никиты Бурлакова. Всех приветствую, и сегодня у нас в гостях Инна Савиных. Здравствуйте, дорогая Инна. Инна, и вы скажите, вы больше гипнолог или вы больше слипер? Как вы себя чувствуете, как чаще получается работать? Я думаю, что я больше гипнолог. Гипнолог? Угу. Скажите, как давно вы пришли в эту профессию? В эту профессию пришла 4 месяца назад, когда приходила в школу гипноза и слиперства Никиты Бурлакова. Почему выбрали школу? С чем это связано? До этого я 10 лет подряд каждый год ездила в Индию на процессы на 28 дней, на процессы пробуждения, просветления, богореализации. И понимала, что до какого-то момента, что в течение этих 10 лет, какого-то пазла все равно не хватало. То есть это были знания, которые шли для меня лично, как личности, для развития своего собственного самопознания, самоутверждения. И этого пазла его всегда не хватало. И когда в феврале я увидела объявление, буквально случайно, что идет школа гипноза и слиперства, реально просто, совершенно случайно, я поняла, что я туда хочу. Ну, на тот момент у нас была такая очень печальная ситуация в семье. У нас сын ушел. И я понимала, что вот это мое состояние. И хотелось, конечно, узнать, что вообще происходит после смерти. Почему уходят молодежь, почему уходят дети. И мне очень, не просто даже хотелось, мне вот, я сразу, когда увидела это объявление, независимо от того, что не было такой тогда материальной возможности, я поняла, что я туда хочу, мне туда надо. И муж тот же сказал, ну, конечно, просто иди. Я так очень удивилась, думаю, ну ладно. И понятно, что когда я пришла в эту школу, там не просто как бы все пазлы сложились. Это было вот просто, у меня аж мурашки сейчас по коже, потому что те знания, которые мы получили, которые я получила, я думаю, что это вот для меня на данный момент, это просто вот, ну, скажем, та ступень, на которой я всегда хотела быть. И то есть то, что в 50-ти годах мне такой, а, и у меня день рождения было в апреле, и такой подарок, мы закончили как раз в апреле. Я понимаю, что, ну, вот так вот работает мир, вот так работает Вселенная, что она сделала мне вот этот подарок. И все, и не просто даже пазлы сложились, а картина мира, о которой я не понимала. Почему умирают люди, почему умирают дети, почему мы болеем, и почему мы сейчас в таком все состоянии находимся, и почему такая реальность у нас прекрасная вокруг нас. Во время этого обучения, я просто начала вот эти все знания, они начали просто раскрываться. Слой за слоем, слой за слоем, вся картина мира встали, вся картина мира просто невероятна. То есть вы ответили на вопросы, получается, да, которые у вас внутри были. А вот сейчас, после того, как прошло время, пришли ответы, я думаю, что ответы, наверное, догоняют еще периодически, да, которые там распаковываются, да, какие-то вещи. Вот прямо сейчас, как вы вот эти знания, которые вы получили, понимание, используете, и где вы это используете? Расскажите поподробнее. Ну, на настоящий момент я практикую как гипнолог и как слипер. И мы, конечно, делаем и диагностику, и чистку, и вопросы к высшему я. Ну, потому что то, что сейчас происходит в мире, потребность в этом, потребность людям понимать, что происходит, и куда двигаться дальше. И вот это состояние неопределенности, оно, конечно, меня просто вот так вот раз и сподвигло. То есть я не смогла уже остаться в стороне, просто стоять и вот как бы использовать знания, не использовать знания. Поняла, что их надо пользоваться ими просто по максимуму, чтобы уже помогать, помогать людям. Помогать, раскрывать всю эту картину, мироздание, находить себя и снимать вот эту тревожность, снимать эти болезни, какие-то проявления психические в том числе. И для меня лично, вот как бы как гипнолога, что открылось именно во время обучения, наверное, через неделю или две, это то, что физическое тело, клиенты, когда приходят, физическое тело начинает говорить. Оно говорит, что, ну, вот эта опухоль у тебя потому что, смещение позвонков потому что. То есть тело физическое и моё, и клиентов, и людей, которые меня окружают, оно мне говорит. Я это озвучиваю людям. И да, да, то есть вот эти погружения, вот этот канал, который мы во время учёбы раскрывали и, скорее всего, как бы вот, ну, не просто даже раскрывали, а именно вот помогли нам полностью его расчистить, этот канал. Канал, ну, не знаю, может быть, это ясное видение, ясное чувствование такого физического тела, конечно, очень сейчас помогает в том, что не просто исцелить какие-то забоевания у людей, да, потому что человек пришёл, говорит, ну, мне печень болит, вот у меня опухоль. Это не о том, что вот сейчас ты исцелишься и будет тебе жизнь в шоколаде. Нет, те знания, которые я получила, я понимаю, что до человека нужно донести, почему у него болит печень, почему у него эта опухоль. И вот в этом плане, конечно, это настолько волшебно работает, но вот у меня другого слова нет, потому что это реально, это не магия, это такое вот прямо волшебство, когда тело говорит, почему я болею. И мы говорим, я говорю клиенту, почему ты болеешь. И затем мы уже делаем сеанс вот этой гипнотерапии, естественно. Человек видит, ага, он вспоминает, раскручиваем лету времени, он вспоминает, ага, там пять лет назад он кого-то послал, бизнес, партнёра по бизнесу, например, да, ко мне, вот, обращается очень много бизнесменов. Я говорю, ну вот вспомнили, вспомнили, ну поэтому вот опухоль. И начиная вот раскручивать это всё, применять вот эти знания, это, конечно, настолько быстро и чётко работает, что за три месяца, вот это по моим пока, мой такой опыт, 90% заболеваний уходит полностью. Это, конечно, я пока сама от этой школы просто вот понимаю, что это ум-то у меня чё говорит такое, не бывает, не бывает, но клиенты, они подтверждают, что такое бывает. 10% людей, которые не слышат, и говорят, нет, у меня обиды нет. Я говорю, так вот это обида. Нет, нет, у меня это обиды нет. То есть вот эта слепая зона, человек не хочет слышать, он думает, что он такой, всех простил, что он такой молодец. В этом случае понятно, что эффект не наступает сразу. Поэтому то, что удалось раскрыть вот это ясное чувствование, конечно, немножко позже, когда бы, если бы это было пораньше, мы бы, наверное, спасли сына. Вот. Ну, наверное, для чего-то это надо, потому что до этого мы жили очень счастливо и хорошо, и, конечно, я даже не задумывалась, какая там школа, у нас всё есть, всё замечательно, всё хорошо. Зачем идти учиться? Ну, когда происходят в жизни какие-то такие события, сложные, тяжёлые, печальные, это понятно, что это ступень, на которую мы поднимаемся, идём дальше. И, в общем, очень интересно. Я благодарю за такой откровенный разговор, и мне хочется спросить, и вы говорите, что вы не так давно практикуете, но при этом у вас уже такие серьёзные наработки, и вы можете даже сделать такие промежуточные, что ли, а может быть, уже и итоги подвести каким-то там, может быть, первым сеансом. Вот мне бы очень хотелось, чтобы вы поделились сейчас со мной и со зрителем, который будет смотреть, ну, там, примерами. Один, два, три какие-то, ну, очень яркие, такие выпуклые, которые говорят сами за себя. Например, предположим, там, выздоровление, либо там, улучшение физического состояния. И, к примеру, ну, неизменение, да, там, человека совершенно никак, потому что, вот, как вы говорите, он находится в той зоне своего такого привычного состояния комфорта, из которого не хочется выходить, и вообще не хочется ни видеть, ничего не слышать. И тоже любопытно, потому что, ну, он-то пришёл, он зачем-то-то пришёл, то есть это что, это тоже страхи, вот, ну, как бы, я сейчас сразу даю вам два вопроса, да, результаты такие положительные и отрицательные, ну, вот, я с удовольствием вот послушала бы, потому что это очень интересный опыт. Да, есть, конечно, очень здорово проговорить и про положительные, и приотрицательные моменты, потому что люди, да, должны понимать, что, когда они приходят на сеанс гипнотерапии, они думают, ну, вот, я отдал денежку, сейчас меня там почистят, сейчас мне всё сделают, и я буду здоров. Не хочу работать сам, не хочу смотреть в свою боль, не хочу налаживать отношения, там, с женой или с мужем, вот, коза надранная, да, как мне вот говорит один клиент, не буду я с ним накладываться, вот, я вам заплатил такие денежки, да, там, вот, хотя это совсем, мы совсем очень недорого сейчас пока берём, и поэтому меня исцелите. И в таком случае, начну сразу с отрицательных моментов, я даже деньги не беру, я говорю, вы знаете, я с вас не возьму деньги, я вам дам задание на месяц, на два, вы должны увидеть, что и ваша жена молодец, и вы молодцы, и никто не виноват, что вот у вас сейчас такие взаимоотношения. Я даю задания какие-то, если человек начинает смотреть в эти взаимоотношения и понимать, что ему нужно что-то понять, разобраться в себе, что у него есть обида на всех женщин, что вот они, всем им нужны только деньги. Вот всем женщин, как он говорил, нужны только деньги, все они вот только. А то, что у него внутри есть вот это непроработанное, вот этот непроработанный страх, страх, незащищённость, да, вот это, и причём она идёт как бы с 90-х годов, может быть, даже от папы, от мамы, он это пока не видит. То есть я даю задание, я говорю, вот пока смотрите в это. Если человек смотрит и готов, он приходит через месяц и говорит, да, я увидел, да, я понял, давайте работать. Если он не увидел, желаемого всего самого замечательного, он идёт дальше. Таких людей, да, к сожалению, 10-20% таких людей, которые не хотят смотреть, они хотят заплатить денежку, и чтобы вы их исцелили. Но сейчас, я думаю, что вот этот гипноз и гипнотерапия, она не об этом. Потому что да, кто-то делает таким образом, что можно, есть возможность такая, как нам говорили, как бы даже в школе, есть кратковременный успех. Но я с таким кратковременным успехом не работаю. Потому что задача, чтобы человек понял, осознал и изменился. И когда я работаю, допустим, с раковыми больными, да, с людьми, у которых, ну, такое же заболевание, они понимают, что уже, ну, на крайне. Что они делают химиотерапию, они приходят, задают вопрос, кратеина, ну, вот как там можно? Я говорю, можно, если вы готовы меняться, если вы готовы смотреть внутрь. Если вы готовы понять, что вся ваша жадность, зацепки за деньги, зацепки за то, что весь мир плохой. Вы должны это посмотреть внутрь, вытащить это всё из себя. И человек, если готов, а как правило, когда человек на грани, он готов. Тогда мы делаем погружение, мы делаем сеансы этой гипнотерапии, погружаем снова и снова. Ну, я хочу сказать, что в течение вот последних трёх месяцев, наверное, четыре случая, когда вот улучшение очень значительное. То есть, эта опухоль, она стала уменьшаться. Мы с ней разговариваем, то есть, мы с этой, как бы, опухоль, это тоже энергия такая, да, которая для чего-то пришла. И в сеансы гипнотерапии погружаем и просто спрашиваем, для чего, что человек должен понять из этого, чему она пришла научить. И, как правило, вот этот ответ приходит, приходит даже не мне, а приходит человеку. Человек чешет себе, он говорит, что, правда, что, не может такого быть. Господи, ну это же такая ерунда, ну не может такого быть. Я говорю, один из случаев был девушке, надо было женщине просто купить. Она никогда себе не позволяла красивого белья. Я говорю, ты должна просто купить себе красивое бельё, дорогущее. Вот прям за пять тысяч. Он говорит, да ты что, да ну, это же ужас какой, какое бельё, я тут, может, завтра уже, как говорится, у меня не будет. Я говорю, ты просто купи бельё, идёшь и покупаешь. И она почти, чуть ли не на последние деньги пошла и купила. Я говорю, ты вот мне сейчас не плати, ты лучше пойдёшь и купишь себе бельё. Она купила бельё, проходит два месяца, ой, проходит две недели, она идёт, опять делает обследование. Эта опухоль, она у неё совсем маленькая стала. И перестали беспокоиться. То есть даже вот, понимаете, позволение себе быть женщиной, позволение себе красивого чего-то. То есть вот такие вот интересные моменты. Ну это же чудо. То есть вот со стороны человек слушает и понимает, что это что-то, ну, необъяснимо никакой логикой, что это просто какое-то чудечество такое, чудачество, я бы даже сказала, да. Ну что там вот говорят взрослые тёти и говорят про какие-то разговоры с опухолью. Ну что же это такое? А я как тоже студент и выпускник школы, я очень хорошо понимаю, о чём вы говорите. И я хотела задать вот какой вопрос. Вы говорите про гипнотерапию. Это один из, ну, профилей, скажем, да, школы Никиты Бурлаковой. Но есть ещё и вот гипноз, вот эти чистки, которые вы упоминали. И я так понимаю, что это какая-то системность такая, какой-то подход, то есть это несколько подходов, что ли, к клиенту, да, несколько сессий с ним. То есть сначала вы, ну, даже вот ради интереса, как вот именно вы работаете, потому что у каждого своя система работы, естественно, у каждого специалиста-мастера, да, вот именно как вот работает Инна Савиных со своими клиентами. Я пока работаю полностью спрога, как бы вот по алгоритму, который нам дали в школе. И он работает, мне очень нравится. Первая – это консультация. Обычно даже она бывает безоплатная. То есть я смотрю, насколько человек готов услышать правду о себе. Насколько он готов понять, кто он, что он и почему у него, допустим, это заболевание. Или почему у него нет денег. Кстати, да, вот финансовый поток – это тоже моя одна очень такая интересная штучка. Я прям его очень хорошо умею раскачивать. Это особая тема. Ну, сейчас дело не в финансах, да, сейчас как бы главное выжить. Мы сейчас в системе как бы такое выживание. Поэтому первое – это консультация. Второе – обязательно, обязательно это делаем диагностику и чистку. И вопросы к высшему я, потому что без диагностики, пока мы не поймем. Что такое диагностика? Диагностика – это такой процесс, когда гипнолог погружает слипера, и мы идем в те сферы, достаточно высокие, где слипер считывает информацию, вот насколько я понимаю, с информационного поля Земли. То есть оттуда, где вся эта информация, она всегда была, есть и будет. И когда он получает информацию, мы понимаем, почему у человека не складываются взаимоотношения и с кем, и почему он не может найти работу своей мечты, и почему он не может самореализоваться, и почему он тем более болеет. Когда мы делаем диагностику, мы практически на 90% вопросов получаем ответы. И затем, когда мы уже к высшему я, то есть это уже следующая ступень такая, очень мощная, это та сфера надсознания, которая в принципе, это высшее я-человек, оно отвечает на эти вопросы. И он задает вопрос, ну почему я такой счастливый, почему оно не везет мне вот с женщинами или с мужчинами, или почему я застрял в каких-то взаимоотношениях и не могу никак переехать, и почему не могу найти работу мечты. Вот, и наше высшее я, оно дает достаточно исчерпывающие ответы, и это очень интересно, то есть очень исчерпывающий на наш взгляд. И, как правило, человек потом начинает понимать, почему, для чего, и затем мы уже в следующий, третий этап, мы идем уже в сеанс гипнотерапии. Опять же, если человек готов меняться, готов понять, почему у него это произошло, и для чего ему это произошло, на что это подсобилось, и для чего это прилетело. В вашей жизни почему мы сейчас. И, конечно, очень здорово, когда мы уже, человек готов уже, и мы, когда делаем сеанс гипнотерапии, погружаем человека в состояние вот этого красивого, такого пранца. Многие, правда, почему-то засыпают, потом говорят, а что, все уже, что ли. Вот. Но зато они отдыхают, и расслабляется их полностью физическое тело. И вся антигипнотерапия, мы уже конкретно работаем с какой-то отдельно взятой ситуацией. То есть, сердечное питание, допустим, диабет, псориаз, или, допустим, то есть, по запросу. Ну, прорабатываете уже конкретный запрос, да, задачу такую уже, точную. Вот этот алгоритм, мне он очень нравится, я его пока не меняю. Я считаю, что все продумано, все уже отработано. И пока здесь особо менять ничего, я думаю, не надо. Единственное, когда у человека совсем сложная ситуация, вот совсем, ну вот как у нас была, да, я понимаю, что есть состояние такого очень высокого. И в Индии нам давали инициацию на высший след, высшей любви, это передача вот этой энергии через глаза. И когда человеку совсем, вот он, совсем ему плохо, это такая палочка-выручалочка, которая в течение 20 минут может войти, полностью отключить ум у человека. То есть, страдания уходят на какое-то время, это кратковременный эффект, это может быть полдня, день, два, три, но, по крайней мере, замедляет процесс болталом и тушалки, когда человек погрузился совсем в какую-то печаль, грусть, страдания. Есть такой вот, такой еще инструмент, я иногда тоже использую. Это ваша уже такая личная наработка, это здорово, когда идет такой синтез, да, интеграция одних практик в другие и дает такой шикарный результат. Я невероятно счастлива знакомству с вами, Инна, невероятно вы чудесный собеседник, вы так понятно все доносите. И мне к вам последний такой вопрос. Скажите, пожалуйста, даже не так, а просьба, что бы вы хотели передать или сказать зрителям? Вот, ну, вот свое, вот, какое-то, может быть, даже пожелание. Будьте добры. Конечно, очень хочется пожелать всем нам, всем, кто сейчас проходит эти опыты, уроки на планете Земля, чтобы мы понимали, что это просто школа, школа жизни. Такая, причем легкая на самом деле. И состояние, и понимали, что то состояние, которое мы испытываем сейчас, оно полностью влияет на нашу жизнь. То есть, если понимать, что мы всего лишь игроки, и воспринимать эту жизнь как игру, вот просто как игра, то есть все остальное, оно меняется. Оно меняется. То есть, когда мы объявляем, что любое событие, вот уволили нас с работы, сказали, да, вот с работы меня сейчас уволили, Господи, беда ты какая. Мы говорим, ой, Господи, да слава Богу, меня освободили от этой работы. И когда мы переключаем этот фокус внимания на просто положительное, каким-то чудесным образом, ну, не чудесным образом, мы притягиваем новую, еще более интересную работу, еще более замечательную работу. Вот, поэтому все, что сейчас с нами происходит, все, что происходит на планете Земля, я почему-то знаю и верю, что все будет очень хорошо. И тот слой реальности, который мы сами, каждый из нас создаем, он будет абсолютно положительным. И вот этот положительный посыл, вот эту положительную энергию, которую мы несем, что бы ни происходило, сухнули ей машину, потеряли ей деньги, и сказали, да прекрасно, да слава Богу, освободили, освободили меня от этих денег. Зато это откуп может быть для того, чтобы быть здоровой. И это действительно так. То есть понимание, что в жизни есть только белые полосы, а черная это игра в мае, она дает нам понимание, что мы игроки, мы сами сотворцы, и мы сами создаем свою прекрасную волшебную реальность. Инна, вы просто отсюда. У меня мурашки по всему телу бегут. Я просто в восторге от нашей сегодняшней встречи, от нашего разговора. И я благодарю за внимание всех, кто сегодня присоединился к нам, и кто посмотрел этот эфир. Приходите, у нас будут постоянно эта рубрика существовать в формате интервью со звездой гипноза. И сегодня у нас в гостях была Инна Савиных. И я благодарю, обнимаю всех сердцем. До новых встреч. До свидания.